В Лаглирбич написано, и вот там выходит пирс, и на пирсе ресторанчик. И дорога называется, вот эта трасса называется A1A. И, кстати, отель у Балашова тоже называется A1A. Вот он ресторанчик, вход туда. Чтобы зайти туда на пирс, надо что-то заплатить, какую-то денежку, чтобы оттуда ловить рыбу. Это просто потрясающее место. Вот он магазинчик, и вот он его отельчик. Вот он. Машин я не вижу, значит его нет. Какая-то машина, чья-то машина стоит. Вот он его отель, называется A1A. Ага, вон его велик стоит, все, он, значит, на месте. Вот это его собственность уже, типа балкончик на океане. Там был флаг 510, не знаю, почему он его снял. Пошли. Вот 510, вот они велики, ага, они заряжаются. Я же хотела знать, что за велосипеды такие, вот они электрические, как на них интересно управляться. А, у Балашева белый вели. Нет, значит его нет. А я... Ой, привет, моя дорогая. Да не надо мне красивую чашку, обыкновенную. Викусечка, моя ласточка. Спасибо. Тут холодно, 70 градусов. А на улице 90 с чем-то, наверное, под 90 во всяком случае точно. Вот эта машина стоит 30 тысяч долларов. Йохан и бабай. Вообще. Я всегда приезжаю, всегда заказываю чашечку кофе, понятно, я всегда плачу за нее, естественно, а как без этого. Ой, как тут здорово, боже, какая красота. Зайти, потому что там жарко, да. Я уже не курю, можно здесь, да. Просто, можно здесь стол подсесть. Не, а можно здесь посидеть? Две минуты. Можно и здесь. Так, сейчас Виктория покажет нам отельчик. Тут можно поджарить журналистки. Ой, как кайфово. Это какой-то специальный вентилятор? Да, это электрический вентилятор. Ага. А сколько стоят вот такие велосипеды? Мы даем на прокат 100 долларов на площадь. Ага. Это электрический. Я впервые вижу электрический велосипед. Почему так заинтересовалась? В 20 миль он может ехать на батарейке, и в 20 миль он может ехать на максимальной скорости. Это кинг-сайзер. Ага. Как прохладненько, как пахнет хорошо здесь. Ой, ну какую красоту сделали. Сказка просто. Кофеварочка. Ой, как все красиво-красиво. И даже трудно назвать это мотелем, потому что... Душевая. Ванночка. В общем, все по высшему разряду. Микроволнушка, холодильник. Красота. И самое основное это наш океан. Да, самый основной океан. А у вас нет сейчас прямого выхода? Можно через беседку выйти, да? Есть, можно, да. Через приватный дом. Ага. И сколько стоит такой номер? Такой номер стоит 159 долларов. 160 долларов. Плюс таксы, да. Это Куинса. Ага. Ой, как приятненько, так прохладненько. Да. Очень прохладненько. Вот как и укладка-то. И чистота едина. Чистота, порядок. Ой, сказка просто. Просто сказка. Замечательно. Такой номер стоит 139. А, вот такой 139. А самый, как бы, минимальный? Самый минимальный это вот этот. Вот этот, 139. Ну, 140 долларов. 140 и 160. Все, спасибо. Есть у нас три номера с кухней, с полной кухней. То есть там абсолютно все большое, холодильник, плита, духовочка. Один номер есть даже со стиралкой и с дешевожкой. Угу. С посудоволочной нашей. Вот. Есть номер такой, как апартмент, как уж юзать. То есть у тебя есть один кинг-сайдер, между ними кухня, потом две кухни. Угу. А у них сейчас просто все... Ну, получается, где-то 1500 он обошелся. Если со всеми покупками и докупками, да. Да. И взять еще шлем и костюм. Да, я сейчас сфотографирую и посмотрю, где они купили. Я видела, когда он, видео, когда он получил и когда он его раскрывал. В интернете вот Соберс. Мы тоже увидели здесь пару, которые катаются на таких. Угу. Только они были серого, но вы были яркие. Ты говоришь, батарейки хватает на 20 миль. 20 миль. Ага. Ты просто садишься, она сама едет. Верни, он сам едет. Можешь таким образом. Можешь есть пять режимов. Можешь поставить на первый режим и крутить педаль. Ага. Можешь отключить. Ага. Как правило, наши мужчины утром крутят педали, а назад уже стараются снять нашу батарею. А можешь вообще не отключить. Здорово. И на нем же можно по песку. Это же специальные колеса. Песок, трава. Песок, трава. Грязь. Грязь какая-нибудь точно. Да. И он такой амортизируется, ты знаешь, как бы не чувствуешь. Ну, просто автомобиль. Не очень. Угу. Замечательный велик. И удовольствие, и скорб. Угу. Высоченный такой, да. Ну, тяжелый он вообще в управлении. Он легкий. А колесо мы когда собирали, на автомпальце могли удержать. Да ты что, такой легкий. А можно, допустим, подъехать на заправку, где машины заправляются, заправить его там. Тебе нужна любая розетка 110. Ага. То есть, любая розетка? Чтобы поехать в кофе где-то подъехать. Хорошо. А как долго он заряжается? А, я думаю, в принципе, как я сняла, может, или пару часов, или полтора часа. А, ну, то есть, по-любому тебе надо посидеть полтора часа, чтобы полностью зарядиться. Ага. Замечательно. Ну, и ты можешь, например, полчасика и поехать. Ну, да, да, да. Где-то остановилась еще, да. Крутишь педали, ты там можешь включить. Замечательно. Хорошо. А можно показать веб-сайт, где забронировать номер сразу, чтобы люди увидели? Можно показать веб-сайт. И еще мы делали парковку сзади. О культуре. Ага. Ну, парковка платная, либо бесплатная? Потому что во многих отелях парковки платные. Особенно в Майами там... Вот здесь наше преимущество. Вот у нас каждый номер имеет свой парковочный номер. Ага. Отлично. Такой же, соответствующий. Это все ваша территория? Да. Ух ты. Сейчас еще посадим кулки о культуре. Тут еще можно один отельчик? Можно, но тогда парковочку надо пить. Да-да, тогда лучше второй этаж. Делать бы видеть океан, а не банк отца. Ну да. Макошка. Да. Замечательно. Каждый номер имеет свою парковочку. Это просто упрощает и для нас контроль. Ты видишь, ага, третий стоит, ага, пятый есть. Знаешь, то есть люди принимают контроль. Дабл-чек. Да, здорово. Ну что, вам удачи, процветания. Спасибо. Молодцы, конечно, поднять этот отель. Сколько он, 50 долларов стоил, когда вы его покупали? Да, никто не верил, когда мы написали 120 на двери. Ага. Просто фломастером нарисовали, маркером 120. Ага. Все ходили, смеялись, а теперь 160 и все живут. Ну да. Здорово. Welcome. Ну потому что вот в этой зоне нет шикарных отелей. В этой зоне нет прекрасных гостиниц. Все вот эти мотельчики, они все какие-то несусветные. Вот эти, что больше всего раздражает, вот эти вот встроенные кондиционеры старинные, которые гремят. Сколько раз я в мотелях останавливалась, вот всю ночь гремит и на тебя дует, а этих не слышно. Да. Запах старости и грязи, да. А тут все чистенькое, беленькое. Сразу по запаху и по чистоте, потом, ой, место какое шикарное, а потом, боже, какой сервис там, знаешь, люди всегда рады. Мы как маленькая семья живут, наверное, большая. Вам надо сделать здесь такую большую вышку, и чтобы люди спускались на этих, на пляж, как это называется, как это, не канатная дорога, как это, не зип, как это, да, 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 и подниматься оттуда также. Сладь для остров-пенсионеров. Ну, для всех людей. Ну, на всякий случай, как японцев, у них, у них, у них, у них, любое, любое распредложение считается за распредложение, самое дурное. А вдруг, мало ли, когда-то натянете, поставите две вышки, натянете, будете съезжать на пляж и подниматься с пляжа. Мы открыты для... Да, потому что дорога, конечно, или мостик, ну, мостик это целое дело. Спасибо большое, Виктория, громадное спасибо. Еще раз говорю, процветания вам. Потому что заезжает в новость. Спасибо.